В преддверии лета шведский правительственный комитет по транспорту устроил краш-тесты кемперов, и оба дома на колесах испытания провалили. Тесты проводили по правилам Евронкап. Построенные на базе Фиата Дуката кемперы врезались в деформируемый барьер на скорости 64 км в час. Несмотря на наличие подушек безопасности, вероятность гибели пассажиров в обоих домах на колесах неприлично велика, потому что встроенная мебель и бытовая техника срываются с креплений и летит вперед, метя в пассажиров. А деревянные панели, которыми обшиты пассажирские отсеки, во время удара переламываются и могут нанести серьезные травмы. Швеция испытывает кемперный бум. И за последние пять лет в моторхоумах погибло шесть человек, причем четыре из них в нынешнем году, а пострадало более ста человек. Самым распространенным типом аварии стало фронтальное столкновение. Шведский правительственный комитет по транспорту намерен обратиться в Евронкап для включения домов на колесах в обязательную программу краш-тестов. Шведы рассчитывают, что это даст стимул производителям моторхоумов уделять более пристальное внимание безопасности своей продукции. Росавтодор запретил движение грузовиков в дневное время, если температура воздуха превышает 32 градуса. Ограничения будут сняты 31 августа. Нововведение объясняется тем, что в жару на солнце асфальт нагревается, и от проезда больших грузов на нем образуется колея. В число трасс, закрытых для фур в жару, вошли участок федеральной трассы М9 в Псковской области, М10 в Ленинградской области, участок М4 Дон, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, а также подъезды к городам на трассе Крым.